всем привет я уже начинаю поэтому приглашайте своих партнеров сейчас я шторку закрою в комнате нас очень мало приглашайте зовите своих партнеров быстренько проведем планерку всем доброе утро давайте еще чуть-чуть подождем ну кому надо кому важно тут будет ходить на планерку я так считаю я стараюсь когда не пропускать планерку всегда быть приглашайте зовите своих еще партнеров и я буду начинать ребята у нас с вами идет первая неделя каталога первая неделя каталога это у нас личный товарооборот поставьте плюсики кто уже сделал свой личный товарооборот кто уже сходил в свой интернет-магазин плюсиков нет никто не сделал свой личный товарооборот ладно ребята тогда я буду продолжать будет запись и потом эту запись уже можно будет раскидать по своим командам еще раз всем доброе утро рада вас приветствовать кто сегодня в такое немножечко запоздала планерское время пришел все-таки на планерку вы большие молодцы обычно у нас с вами планерки проходят девять часов утра по московскому времени поэтому себе куда-то запишите запомните и уже чтобы это у вас было на автомате и давайте скорее уже сами проводите планерки выходите из зоны комфорта и будьте лидерами сегодня мы с вами проговорит поговорим про такое про такое так это как сказать чувство как терпение да ребята наш бизнес он все-таки простой но в то же время сложный потому что она в нашем бизнесе нам приходится осваивать очень много навыков да и вот вы смотрите вы не получите ребенка через месяц каждый если заставите за беременем девять женщин да нам все равно женщинам нужно 9 месяцев отходить чтобы родить здорового малыша точно так же и в бизнесе да то есть мы не не сможем за месяц хотя есть конечно такие эксклюзивные результаты до прям такой бомбический результат сделать нам нужно в первую очередь всему научиться обучиться так как ну я думаю для большого процента людей кто приходит в сетевой маркетинг это новая новая деятельность новая сфера деятельности и нужно все таки всему обучиться научиться и приобрести навык поэтому в нашем бизнесе очень важно терпение если вы умеете терпеть если вы проходите через те трудности через те задачи которые возникают у вас на пути у вас обязательно все в бизнесе получится вот тут вот на слайде написано да вы ведь не идете копать картошку через месяц после того как ее посадили да надо чтобы картошка выросла надо ее прополоть надо и в этом чтоб дождик поливал до чтоб она росла точно так же и наш бизнес мы сеем семена осенью собираем урожай да это осень у нас обычно начинается рост по командам ну вот такая вот такое сравнение да с беременной женщины с посадкой картошки сравнение с ребенком ребенок учится ходить и и разговаривать постепенно поэтому запаситесь терпением и делайте все постепенно не будет получаться все сразу сразу скажу что не будет получаться все сразу и если у вас у вас нету личного такого так сказать желание прям огромного желания то в этом бизнесе ничего не получится понимаете если вы не будете с горящими глазами делать свое дело и не будете где-то в каких-то моментах так сказать надо потерпеть надо подождать не все сразу то немножко мысли сегодня уходят у нас бабушка приехала в гости вот поэтому ребята на слайде все наверное прочитали пони да что и все сразу нужно запастись терпением если у вас не будет терпения то у вас не будет результата потому что нашем бизнесе нужно потерпеть вот никогда не теряй терпение это последний ключ открывающий двери кстати очень много примеров кто ушел не доделал до конца да то есть вот например смотрите мы с вами растем вертикально вертикальной веточки растем 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 человек дошел до какого-то определенного так сказать уровня этапа и видит что у него ну вроде бы как бы рост есть а сам он ничего не делает да то есть он делал 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 и за него делал делала команда а результат нет когда сама никогда когда не сама готовишь слайды вообще это очень тяжело прям так следующее в нашем бизнесе это уверенность если у вас нет уверенности в вашем деле которую вы делаете то надо посмотреть факты гордости что нам помогает вообще а стать уверенным в этом бизнесе это чтение книг это посещение мероприятий это постоянная практика вообще что вы хотите получить результате вера в себя обязательно вера в себя без веры в себя тоже ничего если вы не верите в себя то вообще как вы будете развивать этот бизнес да то есть будьте уверенными будьте уверены в компании на все сто процентов что вы в мега классной компании и вы несете людям и рассказываете людям о крутых возможностях не то что вы их там уговариваете только там умаляете ой подпишись пожалуйста то есть от этого подпишись пожалуйста результата никакого не будет поэтому нужно с уверенностью рассказывать о ваших возможностях возможностях быть уверенными в компании на сто процентов быть уверенными в себе эта уверенность приходит только с роста да если вы начинаете расти если у вас начинается в этом бизнесе получаться значит у вас приходит уверенность с каждым открытым уровнем с каждым открытым званием с каждой менеджерской там поездкой с каждой квалификацией пробуждается в вас вера и конечно же нужно брать ответственность ответственность за свои слова ответственность за свои поступки ответственность за свою команду если вы не берете ответственность кто эту ответственность возьмет кто возьмет эту ответственность за вас если не вы поэтому терпение, уверенность это очень-очень-очень-очень главное в нашем бизнесе и конечно же самое важное из трех правил П сейчас напомню вам про три правила посещать обучение пользоваться продуктом и приглашать людей если вы выполняете эти три правила в системе в нулевой день делаете личный товарооборот посещаете обучение каждый день читаете книги каждый день рекрутируете каждый день то у вас будет 100% результат если это вы делаете не в системе ну ладно, в этот каталог я не буду делать 150 что у меня скидка, что-то какая-то маленькая что-то у меня ничего не получается ладно, в следующем сделаю сделаю-ка я 20 баллов то есть у вас должно уже все 150 баллов, если вы пришли на бизнес сделаем 150 баллов получаем свою скидку вы все равно пойдете где-то это купить понятно, что лучше это купить у себя если вы не посещаете хотя бы один вебинар в день или не смотрите вебинар ну вот, например, у вас хромает рекрутинг сделайте акцент и посмотрите информацию, ну, больше вебинаров по рекрутингу если у вас хромает донесение идеи бизнеса значит, посмотрите несколько вебинаров по идее бизнеса и у нас постоянно есть обучение три раза в день выбирайте, на какое обучение вы хотите сходить хромает ЛТО, идите на ЛТО хромает рекрутинг, идите на рекрутинг не умеете идею бизнеса рассказывать ходите на идеи бизнеса мама, мне они всегда приходят Сереженька, можно я вебинар веду пойти поэтому из трех правил П рекрутинг это тоже очень-очень-очень важно важное правило, важное действие полюбите процесс приглашения знаете, как я раньше садилась рекрутировать это прям для меня вот было вот сначала я рекрутировала на энтузиазме звала вообще всех подряд всех своих знакомых, подружек звала, писала такую нелепицу потому что меня, в принципе, никто не научил у нас не было никаких чатов троек во всем разбиралась я сама и такую нелепицу я писала по рекрутингу так я приглашала людей что вот мне сейчас даже до сих пор вообще смешно вы представляете я создала какую-то группу непонятную и сказала Сереже говорю, Серега вот эта вот ссылка эту ссылку давай всем своим знакомым и там написана группа рефлейн там тра-та-та вы представляете, как мы звали как мы приглашали вы представляете, как мы испортили свой теплый рынок но потом я начала понимать я начала обучаться глубже и глубже и я научилась правильно приглашать людей и сейчас я уже не сажусь рекрутировать о, опять этот рекрутинг блин, да что делать-то то есть я уже сажусь я рекрутирую я знаю, что мне надо я знаю свою статистику я знаю, сколько мне надо отработать чтобы у меня была презентация я сегодня уже несколько голосовых презентаций провела поэтому знайте обязательно свою статистику если вы не знаете свою статистику берите тетрадку и ставьте галочки провели голосовую презентацию галочку поставили провели письменную презентацию галочку поставили провели презентацию по телефону галочку поставили в конце дня посмотрели ага, я провела 8 презентаций на какой презентации мне сказали давай попробуем и вы вот так вот уже будете свою статистику знать если сказали на пятый то значит вам надо вот столько действий сделать Если на 10, то только 10 надо делать. Так что давайте заводите тетрадку и ведите свою статистику. И полюбите обязательно рекрутинг. У нас есть вообще с вами крутой чат-марафон рекрутинга. Делитесь там своими диалогами. Если вы не знаете, как отработать возражение, скидывайте это возражение. Там много ребят умных, подкованных, знающих свое дело. Все помогут, все подскажут. Не стесняйтесь. Главное этому делу научиться. Есть у нас таблицы по отработке возражений. Есть у нас книжка. Тут недавно я книжку скидывала в чат. Ее прикрепили к правилам в марафоне рекрутинга. Обязательно сейчас зайдите, кстати, посмотрите. Книжка от Родионовой. В общем, написаны очень-очень круто отработаны все возражения. Почитайте эту книгу. И, в принципе, вот эти все шаблоны, они написаны только для того, чтобы наш мозг начинал работать и понимать, как правильно все-таки нужно это возражение отработать. В каком ключе вам начать вообще это возражение отрабатывать. Вот, поэтому все эти шаблоны, это для того, чтобы наш мозг включился и начал правильно отрабатывать возражение. Возражение прочитали и на своем примере, на своем, через себя это возражение пропустили. и написали, составили красивый ответ. Все просто, все легко. Все есть. Все инструменты для работы есть. Только делай, делай и делай. Работаем обязательно со своими знакомыми. Если вы не будете приглашать свой теплый рынок, ваш теплый рынок пригласят другие. Всех вспоминайте, всех приглашайте. Ничего не стесняйтесь, ничего не бойтесь. Если вы приглашаете в легальную компанию, гордитесь компанией. Личные встречи. Если у вас растет команда в вашем городе, если у вас ваши подружки, ну тут рядышком где-то живут, назначайте смело встречу, идите, чай попейте, пообщайтесь, возьмите с собой план успеха, возьмите каталог, все красиво расскажите, покажите, расскажите на примерах, на успехах других директоров, сапфировых, бриллиантовых, золотых. Покажите, расскажите. Если этот человек с вами пообщается вживую, ну после живой встречи, вот сколько я ходила, ну практически всегда были регистрации. Полюбите обязательно продукт. Если вы полюбите продукт, значит вам будет его легко рекомендовать. Если у вас на этом продукте будет уже свой результат, допустим, вот у нас результат на Омеги, рекомендуйте ее, рассказывайте. Если у вас результат на коктейле, рекомендуйте, рассказывайте. Поэтому полюбите продукт. Управляйте своим настроением. Если вы встали с утра и у вас нет настроения, значит поднимите его себе сами. Кто вам будет поднимать настроение, если не вы сами? Кто? Посмотрите на своих детей, посмотрите на своих родственников, посмотрите классные... Сашуль, подожди. Посмотрите мотивирующие ролики. Поэтому свое настроение мы одеваем сами. Работайте над собой. Будьте самой лучшей версией себя. Хочешь сильных людей в команду, стань таким, стань в первую очередь сам таким. Я могу, я делаю, вы делаете. Надо сначала что-то сделать, чтобы это у вас было. Так. Еще есть слайд. С тобой или без тебя компания будет расти. Люди будут исполнять свои мечты. А ты? Где и кем будешь ты? Твои трудности сейчас это действительно трудности. Как изменится твоя жизнь через год, если ты сдашься? Если ты в команде, значит ты для чего-то пришел? Для чего? Продолжай, просто продолжай. Задайте себе такие вопросики, да? А вот вам сейчас действительно трудно? Вот вам сейчас действительно трудно? Вот прям вообще очень-очень трудно. А я вчера работала, я даже со стула не встала. Я вчера столько работала, что у меня вот сегодня пятая точка была. Не могу даже на ней сидеть. Вчера столько работы было. Что прям вообще. Это же круто, когда у вас идет режим «Я зашиваюсь». У кого сейчас такой режим «Я зашиваюсь»? Ничего не успеваю. Я тоже. О. В общем, со мной в чате никто не общается. Ладно. Я тогда буду завершать планировку. В общем, ребята, если вам сейчас трудно, значит вы растете. Если вам сейчас легко... Ага, Вика, спасибо. Если вам сейчас легко, значит вы очень мало делаете. Делайте больше. Если вы пришли в команду, ваша команда растет, значит тоже берите ответственность на себя и делайте. Делайте. Даже если вы в чате какую-то мотивашку закинете, и то команда уже почитает, посмотрит. Будьте активны. Начинайте с себя. И просто продолжайте делать действия. Вы понимаете, что вот например у нас личный бренд, мы его начинаем развивать и нам личный бренд ведь не сразу приносит регистрации, не сразу нам дает какие-то плоды. Это же вот отсроченный, да, вот такой вот так сказать метод. Но он дает... Вот мне через год работы в компании Ревым, я уже больше года развиваю бренд, мне сейчас мой личный бренд дает плоды. Понимаете? Это отсроченный метод. Вы как новичок, если вы сейчас новичок, вы пришли, у вас есть теплый рынок, у вас есть свои знакомые. Это не отсроченный, это вот здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Я уже пошла, не знаю, третий или четвертый раз на теплый рынок. Прям сейчас, опять перед поездкой на банкет, пишу всем своим теплым. Всем. Не просто пишу, что, ой, там, Маш, привет, пошли в бизнес. Я просто спрашиваю, как дела, чем занимаешься. В общем, просто-просто общаюсь со своим теплым рынком. Весь свой теплый рынок я уже взвала сто раз. Но сейчас, перед банкетом, я хочу, чтобы они снова обратили на меня внимание. Вот. А так уже работаю личным брендом. Обязательно, кто не развивает личный бренд, начинайте развивать личный бренд. Личный бренд, это вы сами, и личный бренд потом начнет работать обязательно на вас. Так что, подумайте, а как ваша жизнь изменится через год? Моя жизнь очень-очень изменилась. Я совсем стала сама по себе другой. Мои мысли, мое мышление, все поменялось у меня абсолютно в голове. Я понимаю, что я в голове, в своих мозгах я подросла, я выросла, и это всего лишь на год. Вспомните свой год, вот даже мне, наверное, два года назад какая я была. Если я сейчас начну вспоминать, какая я была два года назад, то, конечно, там вот так. Вот такой обычный манский день сурка. Кстати, до Арифлейн я вообще все сидела дома, потому что у меня все было из декрета в декрет и в третьем декрете у меня все перевернулось с ног на голову. Поэтому, если вам сейчас трудно, значит, вы растете. Если вы пришли по растущей команде, значит, берите ответственность на себя и начинайте фигачить. Сегодня в чат марафон рекрутинг Вика Тексанова скинула видео Лекса. Это видео обязательно все посмотрите. Он там прям так и говорит, что надо в любом деле работать. Работать. Если не будете работать, то результаты не будут. Поэтому, ребята, давайте я завершаю нашу пленерку. Сегодня такая пленерка была даже не по не по моим подготовленным слайдам, но я, что могла, я вам рассказала, донесла. Всем желаю роста, всем желаю кушек, всем турчанам желаю дальше проходить и расти. И, конечно же, а можно я еще объявление сделаю? У нас, кстати, есть свободный билетик, он уже набитый за 1000 рублей на мегафорум. По команде по своим поспрашивайте, может быть, кто-то у вас вдруг принят такое спонтанное решение и решит поехать на это крутое мероприятие на мегафорум. Мегафорум будет 22 числа в Москве. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.